Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Никаких лучших друзей в Рязани могут закрыть приют для собак. Внимание, пропал человек, как прошли совместные учения следователей и сотрудников «Лиза Алерт». На здоровье в Рязани отметили лучших врачей. 17 июня в России отмечают День медицинского работника. Практически ежедневно эти люди посвящают себя другим. Не щадя своего здоровья и времени, в преддверии праздника в Рязанском медицинском университете прошли торжественные мероприятия. Сегодня в зрительном зале не увидишь ни одного белого халата. Все медицинские работники одеты в праздничные наряды. И на их лицах сияют улыбки. 15 июня все они – главные участники торжества, посвященного Дню медицинского работника. В лицах собравшихся сложно увидеть все пережитые тяготы, сложные медицинские случаи и десятки спасенных жизней. Весь преподавательский состав Рязанского медицинского университета имеет неразрывную связь с медициной. И поэтому неудивительно, что именно он стал площадкой для мероприятия. Поздравить всех медработников с праздником пришли важные гости. В зрительном зале вице-губернатор Игорь Греков, министр здравоохранения и исполняющий обязанности главы администрации города. Чиновник поздравил всех присутствующих от имени губернатора Рязанской области. Уважаемые друзья, от имени губернатора Николая Викторовича Любимова поздравляю вас с Днем медицинского работника. Очень приятно накануне праздника находиться в Рязанском государственном медицинском университете, который по праву имеет хорошую репутацию в нашей стране и за ее пределами. Уверен, что студенты, которые сегодня осваивают азы медицины, будут востребованы и в будущем тоже добьются высоких показателей в профессии. Памятные дипломы, подарки и знаки отличия получили сотрудники Рязанского медицинского университета. Многие преподаватели и профессоры вуза работают на клинических базах города. И если от администрации и правительства города все медицинские работники получают памятные подарки, то студенты осчастливили своих наставников проникновенными песнями и чувственными танцами. Как говорят врачи, нет подарка лучше, чем улыбка и счастье выздоравливающего. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Они могут снова стать бездомными. Единственный в городе и самый большой частный приют для собак – лучшие друзья, которые находятся на территории чай-развесочной фабрики, выселяют. Причина – территорию, на которой он находится, планируют застроить. Уже полгода волонтеры пытаются найти новое место, но пока безуспешно. Эти полуторамесячные щенки и десятки взрослых собак могут буквально оказаться на улице. В скором времени приют должен освободить эту территорию. Сейчас в приюте 80 собак. Волонтеры, узнав, что придется в скором времени приезжать, не хотели брать новых питомцев на место пристроенных. С начала года они нашли новый дом для 40 собак, но отказать тем, кто привозил сбитых машинами или выгнанных из дома питомцев, просто не смогли. Самая большая радость для собак из приюта – когда гулять с ними приходят волонтеры. Самим волонтерам сейчас не до веселья. Спайка я забрала примерно месяц назад. Все это время он меня безумно радует. И очень жаль, что многие животные, которые здесь находятся на передержке, могут никогда не обрести дом и быть выпущены на улицу. Все они очень ласковые и добрые. И на самом деле заслуживают своего любящего хозяина и свой уголок, свою лежанку дома. Выпустить собак на улицу значит отправить на верную смерть. Они не приспособлены к самостоятельной жизни, не смогут найти себе еду, не смогут ориентироваться в городе и, скорее всего, погибнут под колесами машин, выбежав на проезжую часть. Приют готов переехать практически в любое место. Требования к новой территории минимальные. Не вблизи жилых домов, чтобы мы никому не мешали, не было никаких конфликтов. Чтобы были хотя бы какие-то минимальные коммуникации, свет, вода. С остальным уж как-нибудь справимся. На старом месте приют может остаться до осени. Потом придется переселять питомцев. Новую территорию нужно найти поскорее, потому что нужно время на ее оборудование и перевозку вольеров. Дина Исляева, Станислав Подрешов, телекомпания «Город». Собака – это лучший друг человека. Прописная истина, которую мы знаем еще с детства. С давних пор собака неразлучно следует за человеком. Это хороший приятель для ребенка, провожатый для слепого и верный товарищ, и друг. Монопородная специализированная выставка в Среднеазиатской Асчарах проводится уже не первый год. С каждым годом мы набираем все больше и больше собак. В прошлом году у нас было только 101 собака, в этом году по каталогу уже 124. По всему миру ездили на выставки, но такого призового фонда нет нигде. Среди много достойных животных, все вели себя безукоризненно, не было никаких эксцессов. Все сделано для удобства как судейства, так и для удобства размещения участников. Побольше таких выставок, побольше таких замечательных владельцев с собаками, которые готовы приехать издалека. Внимание, пропал человек. Подобные объявления можно встретить на столбах города, остановках и в социальных сетях. Чтобы найти пропавшего, нужно начинать как можно раньше. К тому же не секрет, что эффективность целиком и полностью зависит от скоординированных действий всех задействованных в нем спецслужб. Важную роль играет и наличие необходимых ресурсов, людей и техники. В Рязани проведен учебно-практический сбор для следователей, организованный отделом криминалистики Следственного управления СК России по Рязанской области. Совместно с региональным добровольческим поисково-спасательным отрядом «Ализа Алиард». Сбор посвящен поиску пропавших людей в природной среде. Цель этих занятий была в том, чтобы наши сотрудники получили практический опыт и теоретические знания работы по поиску пропавших людей на местности. В условиях леса, пересеченной местности, то есть в затрудненных для поиска условиях. В ходе учебно-практического сбора следователи получили необходимые теоретические знания о тактике прочесывания местности, ориентирования в природной среде, применения криминалистической и иной специальной техники, картографии, спутниковой навигации, о работе кинологов, информационно-аналитическом обеспечении поиска. Каждый фактор, каким бы сложным он ни оказался, играет важную роль в организации поиска. Важность данного мероприятия была бы основана тем, что когда поиск людей проводится в рамках расследования головного дела, в рамках доследственной проверки, следователь является как инициатором, так и непосредственным участником поисково-спасательных работ. Материал, который приобщается к соответствующим документам уголовных дел. Местом проведения был выбран перегородный лес. На берегу близлежащего водоема развернули оперативный штаб. После лекции следователи получили возможность опробовать полученные знания на практике. Задание – используя карты, компасы и спутниковые навигаторы, найти 20 заранее спрятанных объектов. Следователи разбились на группы и под руководством инструкторов «Лиза Алерт» успешно справились с задачей. Следующий этап обучения – это поиск пропавшего человека, роль которого исполнил манекен. Следователи цепью прошли около километра обозначенного участка, прежде чем нашли искомый объект. В результате данного сбора, можно сказать, что отлажено взаимодействие между следователями и организаторами поискового отряда «Лиза Алерт». Имеются перспективы дальнейшего взаимодействия как в плане совместного обучения, так и в практической деятельности по поиску бедности пропавших. Поэтому те цели, которые мы ставили перед собой, планируя данный учебный сбор, можно считать достигнутыми. Сотрудники Следственного комитета поблагодарили специальных представителей «Лиза Алерт» за бесценный практический опыт взаимодействия, который в дальнейшем поможет в следственной работе и, возможно, спасет не одну человеческую жизнь. Организаторы сбора договорились о дальнейшем сотрудничестве как в плане совместного обучения, так и в практической деятельности. В Рязани состоялась торжественная церемония подведения итогов ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия-2018». Почетного звания удостоились порядка 40 предприятий региона. Подробнее расскажет Мария Рудая. Спрос рождает предложения. На рынке региона множество компаний самой разной направленности. С одной стороны, это поднимает экономику, с другой – потребитель не чувствует себя защищенным. И здесь встает вопрос, как не запутаться в этом многообразии товаров и услуг. Для этого ежегодно проводится региональный конкурс «Лидер доверия». Предприятия сами подают заявку на участие, а вот проверяют их покупатели и клиенты. Конкурс «Лидер доверия» отличает именно наличие экспертного жюри, обязательное обследование объектов, обязательная оценка качества предоставляемых услуг. Это очень важно. В этом году порядка 40 организаций получили заветный диплом. Среди них и строительная компания «Фаворит». Компания работает на рязанском рынке с 2015 года, но уже завоевала доверие потребителей. Диплом «Фаворит» получает второй раз. Главный девиз сотрудников – всегда вперед. Мы стараемся строить качественно. Опыт работы наших сотрудников уже более 10-15 лет. Весь коллектив сплоченный, все профессионалы, поэтому готовый продукт получается качественным и по цене достаточно доступным. Поэтому, я думаю, в силу определенных обстоятельств люди выбирают нас. Плюс у нас очень выгодные банковские предложения. Мы активно сотрудничаем с федеральными банками, с ведущими. Соответственно, в связи с этим у нас есть актуальный продукт. Предприятия, которые принимают участие в конкурсе «Лидер доверия» самые разные. Образовательные организации, представители сферы услуг, общественного питания, медицинских и стоматологических поликлиник, средств массовой информации. Наша компания уже традиционно на протяжении многих лет получает диплом «Лидер доверия». С вашим телеканалом мы работаем давно, и многие потребители благодарны вам за то, что вы рассказываете о различных жизненных ситуациях с подачей юристов общества потребителей и журналистов, как поступать в сложные жизненные ситуации. Главная цель конкурса «Лидер доверия» – сформировать объективную оценку соблюдения прав потребителей и правил их обслуживания. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Многолетний опыт инновации, индивидуальный подход к клиентам в Рязани по адресу Кальная 5 открылся после ребрендинга новый салон «Альтер мебель». Он специализируется на производстве кухонной мебели, а рязанцам предлагает большое количество моделей и качественные материалы, в том числе от люксовых брендов. Время развиваться и выходить на новый уровень. После ребрендинга салон «Ника» не только сменил название на «Альтер мебель», изменилось направление работы теперь ориентирно покупателей от 25 лет. «Еще пять лет назад, когда открывался мебельный салон «Ника» на «Завраженного 12», у меня была мечта открыть салон со своим названием и также открыть второй салон. И в этом году две мечты сбылись. Первое – это был переименован салон «Ника» на «Завраженного 12», «Альтер мебель» на «Завраженного 12». Мы открываем второй шоу-рум, я думаю, теперь так называем. То есть шоу-рум – это выставочный зал, выставочная комната с английского языка. Мы стали более современными, как мы сами считаем, и готовы это показать. Но это не значит, что в салоне «Альтер мебель» ждут только молодых. Благодаря большому количеству представленных материалов, свою кухню здесь могут найти покупатели с любым денежным достатком и вкусом. Я пришел заказать кухню. Мне очень нужна кухня, у меня сейчас ремонт, новая квартира. Понравилось очень многое, качество очень на высоком уровне. Очень большой выбор. Выбор всего. И цвет, и материал. Ну все есть. Все, что душе угодно. Такое и классик, и новенькое что-то. Каждая кухня «Альтер мебель» уникальна. Две одинаковых найти вряд ли получится, поэтому каталога готовых интерьеров нет. Все подбирается индивидуально для каждого клиента. А чтобы посетителям было проще ориентироваться, в шоу-руме представлены несколько образцов. В первую очередь, дизайн популярный среди молодых покупателей. Самая основная инновация – это интегрированные ручки. То есть, они спрятаны в фасад. Здесь их именно не видно. И по верху система открытия нажатием, да, пуш-опен, которая поднимает фасад кверху. И очень интересно выглядит, очень инновационно. Яркий образец в оливковом цвете сделает кухню сочной и эргономичной. Все продумано от ящиков до кухонной техники, которую, кстати, тоже помогут приобрести в салоне. Можно комплектовать разной фурнитурой. То есть, взять, допустим, ящики. Система «Тандембокс», например, можно использовать. Это система с доводчиком. И также можно использовать более бюджетный вариант. Это ящики со скрытыми шариковыми направляющими. Это, если подбирать именно по цене кухни. Также полностью укомплектовываем в нашей кухне техникой бытовой. Как, например, вот здесь у нас установлен духовой шкаф. Абсолютно разные производители. Очень большой ассортимент. И каждый подберет что-то для себя. Также очень часто используем пеналы для скрытия котлов. Так как сейчас кухня очень сильно насыщена какой-то техникой, котлами и коммуникациями, мы это все прячем в пеналы. Один из популярных образцов со смешением стилей. Здесь дизайнеры совместили классику и кантри. Но это не означает, что эксперимент окончен. Классика, в принципе, в моде. И молодые люди используют классический стиль в кухнях. И уже люди в годах. То есть он понравится именно каждому. Можно подобрать различные смешения стилей. Не только кантри. Можно сделать чистую классику. Вот, например, у меня здесь представлены фасады из пленки. Именно с патиной. И из них можно собрать очень интересную именно классическую кухню. Для гостей открывшегося салона «Альтермебель» по адресу Кальная 5 приготовили сюрприз. У нас есть сейчас акция на монтаж подарок. Он идет до конца месяца. Также у нас есть система кэшбэка. При 100% предоплате клиенту возвращается 5% на следующие покупки. В салоне «Альтермебель» ждут новых клиентов. К каждому индивидуальный подход. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Прошедшая неделя запомнилась рязанцам транспортным коллапсом на Солочинском морсту. Водители стояли в пробке по несколько часов. Причина всему – ремонт опор. 13 июня живая цепь из автомобиля растянулась на 3 километра. Водители простояли в пробке больше часа. Стоит ли говорить о том, что планирование времени не помогало? Те, кто выехал на работу раньше, все равно опаздывали. Скорость на этом участке дороги не больше 40 километров в час. И хотя на улице не жарко, водители в буквальном смысле закипают. Едем час. Маленький ребенок. Реально вырвало. Неужели вот инспектора не могут сделать, встать и просто регулировать движение? Час уже едем. Ровно час едем от ворских. Сидим в мопед. Куда-нибудь опоздали? Уже опоздали. Смотрите, видите, уже мопед выбираем себе. Я по работе езжу уже полтора часа. Полтора часа еду. Пока водители стоят в пробке, на перекрытом участке дороги идет совещание. Министр транспорта Андрей Савичев, представители ГИБДД и подрядчика решают. На этом участке нужно установить мобильные светофоры. Также было принято решение следить за состоянием на дороге через камеры, чтобы быстро принимать меры в случае ДТП. Те неудобства, которые на сегодняшний день испытывают автолюбители, мы ситуацию прекрасно владеем, все понимаем. Поэтому сейчас принимаются экстренные меры по организации здесь светофорного движения. Мы и планировали его вести, но первый день, как только мы прикрываем движение, ну на самом деле вот этот небольшой хаос, который сейчас происходит, он был нами прогнозируем. Мы понимали, что будет по первое время очень сложно. По словам Антона Кузнецова, руководителя подрядной организации, ремонт этому мосту необходим. На протяжении всего пути здесь 10 деформационных швов. Срок эксплуатации закончился. Их нужно ремонтировать или полностью менять, пока не начали вылетать болты, которые к тому же могут повредить едущие машины. Самое главное, что провести работы, не перекрывая мост, нельзя. Просто комплекс работ, он очень обширный, и он технически сложный. Его невозможно выполнить там за 4 часа, за 8 часов. То есть на один шов нужно не меньше месяца. Есть такое понятие, как технологические перерывы. Да, это и монтаж шва, и укладка бетона. Их необходимо выдерживать для того, чтобы шов служил правильно. 13 июня ближе к обеду транспортный коллапс на Солочинском мосту закончился. Притом произошло это еще до установки светофоров. Правда, это совсем не означает, что теперь никаких затруднений при движении по мосту не будет. На следующий день, 14 июня, сюда привезли светофоры. Их протестировали и благополучно убрали. Хотя представитель подрядчика уверяет, что светофоры все же будут использовать по мере необходимости. Однако предпочтения сейчас отдают регулировщикам. И регулировщики, они видят дорожную ситуацию, да, как бы, и исходя из ситуации, могут уже регулировать все движение автотранспорта, чтобы, как бы, корректировать. Светофор же, он же как-то его установил, там, допустим, здесь 5 минут, здесь 10 минут, а может быть, наоборот нужно, да, тут, допустим, 7 минут или 10. Регулировщик он видит. Или, допустим, видит, что скорая едет или какой-то этот спецтранспорт, да, там они по рации обменялись, он, ну, остановил движение там, этот поток спустил. По предварительным данным, ремонт опор на Солочинском мосту продлится до 1 ноября. Все это время регулировщики будут работать утром, вечером и во время пробок. Сейчас у нас на дороге две полосы. Одна полоса для движения со стороны Солочи в сторону Рязани, другая у нас полоса для движения от Рязани в сторону Солочи. Утром, значит, в час пик, мы перекрываем движение со стороны Рязани в сторону Солочи, ориентировочно где-то на 10 минут, и пускаем по этой полосе весь транспорт, который идет со Солочи на Рязани. Они движутся в двухполосном режиме, за счет этого мы разгоняем пробку. Одна полоса будет открыта постоянно. Каким образом это отразится на дорожной ситуации, пока неизвестно. Крик о помощи. Рязанские родители детей-инвалидов записали видеообращение к Владимиру Путину и отправили на прямую линию. В нем говорится о том, что региону необходим реабилитационный центр для особенных детей. На следующий день в интернет-медиа появилась информация о том, что региональные власти отреагировали на обращение и обещали создать такой центр в здании бывшего санатория Сосновый Бор. Мы встретились с представителями инициативной группы и попытались разобраться в ситуации. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, родители детей-инвалидов Рязанской области, обращаемся к вам за помощью. Нашему городу очень нужен медицинский реабилитационный центр. Наталья Киреева, мама ребенка-инвалида, не понаслышке знает, как тяжело бывает пережить равнодушие. Она признается, за последние годы были и предательства, и косые взгляды на ребенка, и борьба за его нормальную жизнь. Прежде чем обратиться к президенту, Наталья с другими родителями пыталась достучаться до профильных министерств. Потом был опыт общения с представителями регионального правительства, уже здесь пошли навстречу. Сказали, что ситуация на контроле, даже удалось решить некоторые проблемы. По словам Натальи, наметился конструктивный диалог. Но в вопросе строительства реабилитационного центра продвижений не было. О том, что региональные власти ответили на обращение родителей детей-инвалидов, Наталья и другие представители инициативной группы узнали лишь из интернет-медиа. В одном из них было написано, цитата, «Функции реабилитационного центра для рязанских детей-инвалидов, о котором их родители просили президента, выполнит санаторий «Сосновый бор». Об этом сообщило областное правительство 8 июня. По его информации, на базе спасенного от банкротства учреждения создадут 400-местный санаторно-оздоровительный центр, который будет оказывать реабилитационные услуги гражданам в трудной ситуации. В частности, там выделят 50 мест для комплексной реабилитации детей-инвалидов и еще столько же для обучения молодых инвалидов с тяжелыми заболеваниями, навыкам самостоятельного проживания. Для детей-инвалидов предусмотрены учебный процесс и совместное проживание с родителями. Центр будут вводить в строй поэтапно. На полную мощность он заработает в 2021 году. Ориентировочный бюджет на его создание – 720 миллионов рублей. Конец цитаты. Лично же с родителями никто не связывался. Дан ответ – это когда есть бумага официальная с печатями, с подписями, на которой изложен по пунктам ответ по каждому вопросу. Я считаю, ответ – это вот так вот должен выглядеть. Но если ответ – это где-то там он витает в воздухе, я считаю, это не ответ. То есть мы сейчас ждем официального, документально подтвержденного ответа, что да, уважаемые родители детей-инвалидов в нашем регионе в ближайшее время будет построен или отремонтировано старое здание, или построен новый реабилитационный центр для инвалидов. По некоторым данным, в регионе проживает более 3,5 тысячи детей-инвалидов. В области, конечно, работают три реабилитационных отделения, но количество детей, которых могут там принять, слишком мало. Родителям приходится возить своих детей в другие регионы – в Москву, в Санкт-Петербург, чтобы их как-то там лечить и восстанавливать. Но это очень дорого, это очень накладно, а самое главное, что для лежачих, допустим, детей-инвалидов-колясочников или вообще лежачих, да, это очень серьезная травма, потому что транспортировать такого ребенка – это для него огромный стресс, и для него, и для родителей, и огромные деньги, которых у них просто нет. Людмила Ягжина сталкивается с подобной проблемой постоянно. У ее сына, 12-летнего Антона, редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшена. До пяти лет мальчик развивался нормально, но мама стала замечать изменения в движениях ребенка. Диагноз поставили не сразу. В стране всего два специалиста, которые занимаются лечением этой болезни. Ну, приостановить как бы болезнь, чтобы не образовывались, допустим, контрактур болезненный сустав, не выворачивала кости, поддерживать мышцы. В России дети даже в это 20 лет, а, допустим, в Европе 40, и женятся, и работают благополучно. И все это благодаря реабилитации. Людмила воспитывает сына одна. По профессии она педагог, но работу пришлось бросить, чтобы ухаживать за Антоном. Она научилась шить для того, чтобы хоть как-то выживать. Вот эти лекарства мы принимаем ежедневно. Здесь около 10 наименований. Помимо основного заболевания, у нас еще есть и сопутствующие заболевания. Поэтому все препараты необходимо принимать каждый день. Они улучшают работу сердца, помогают работе мышц, энергию выдают. В общем, без них мы и никак. Антон, конечно, не знает всей правды о своей болезни. Он, как и все в его возрасте, любит пошалить, поиграть и встречаться с друзьями. Я люблю гулять. Но я редко хожу гулять, потому что маме трудно спускать меня. Также я люблю играть в компьютер. Любимое занятие Антона – прогулки на улице. И здесь тоже свои проблемы. Для того, чтобы мальчик смог гулять, Людмила взяла ипотеку и переехала на первый этаж. Но пять ступенек стали непреодолимым препятствием на пути к такой неприхотливой мечте ребенка. На этот раз наш оператор Олег помог Людмиле спустить коляску на улице. Но часто бывает так, что они выходят в подъезд, постоят у лестницы и уходят домой. А самое главное, что Антону жизненно необходимо посещать несколько раз в неделю бассейн. И тут та же проблема. Людмила не раз обращалась, чтобы сделать пандусы. Но ВОЗ и ныне там. Сначала пришла бумага с ответом, где сказано, что пандусы делать нельзя из-за противопожарной безопасности. Потом еще целая кипа бумаг с печатями и подписями. Но толку не от одной из них нет. Сейчас Людмила пытается получить разрешение на то, чтобы сделать прямой выход из квартиры на улицу. Но пока ей не дают разрешение. Родители не отчаиваются и надеются на лучшее. Мы не унываем, потому что уныние – самый страшный грех. И самое страшное – это то, что может быть – это отчаяние. Никогда не нужно отчаиваться. И вот я всем хочу сказать – никогда не отчаивайтесь. Даже самые страшные минуты – это все пройдет. Самое главное счастье – это дети. И даже если ребенок не похож на других, ну и что? Ну, надо его любить таким, какой он есть. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Диплом «Лидер доверия-2018» получил уполномоченное агентство «Тест-тур». Компания работает в Рязани порядка 10 лет и зарекомендовала себя как надежный туроператор. Уполномоченное агентство «Тест-тур» в Рязани получило диплом «Лидер доверия» в третий раз. Для сотрудников эта награда значит многое. Ведь за каждого участника голосуют сами люди. Это признание, признание нашего труда, наших стараний, нашей профессии, нашей любви к туристам. Мы стараемся, чтобы каждому клиенту было комфортно в каждой стране. То есть подбираем для него тур максимально комфортный для него. Весь мир на ладони. Из офиса уполномоченного агентства «Тест-тур» в Рязани можно отправиться в любую точку мира. Здесь сбываются самые заветные мечты. Иван Бунин писал, человека делают счастливым три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Здесь для вас подберут тот тур и направление, которое подойдет именно вам. Индивидуальный подход во всем. Совершенно разные направления. Очень много экзотических, необычных направлений. Очень много запросов по индивидуальным турам. Что-то пытаются новое познать. То есть не в одну страну постоянно возвращается, а что-то постоянно разное пробует. Мы изначально отслеживаем и рейс, чтобы турист улетел, и чтобы рейс посадился. И, естественно, ведем связь с туристом по WhatsApp, по Viber и также по прилету узнаем, как он отдохнул. Сейчас самым популярным остается пляжный отдых, а среди стран выбирают Турцию. В «Тест-тур» могут предложить также экскурсионный отдых в разных странах. Развивается и внутренний туризм. Здесь по-прежнему лидирующей позицией занимает Санкт-Петербург. Есть и экзотические туры, которые тоже набирают популярность. При этом вежливые сотрудники помогут не только с подбором направления, но и с оформлением визы. Если Тур подразумевает за собой шенгенскую визу, мы помогаем туристам оформить эту визу. Мы собираем пакет документов. Предварительно туристам сообщаем полный список. В офисе мы все это собираем, готовим и отправляем в Москву. Конечно, на данный момент нужно будет туристу уже самому съездить в Москву и пройти процедуру биометрии. Мы координируем действия туриста и до получения визы обязательно все моменты мы с ним проходим, проговариваем и направляем. Если это визовое направление, то в зависимости от пожелания клиента. Некоторые клиенты желают самостоятельно оформить визу. Мы также оказываем визовую поддержку в этом случае. Если клиенту не нужна виза, соответственно, данная услуга из тура удаляется. Здесь всегда идут навстречу своим клиентам. Для их удобства работает онлайн бронирование. Также можно подобрать тур и пообщаться со специалистом через интернет. По всем вопросам можно обращаться по телефону 25 69 13. Мария Рудаев, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Продолжение следует... Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселок Дубровка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok